Из зоны перманентной турбулентности никак не выберется Кыргызстан. На этой неделе кабинет министров остался без руководителя. Премьер Джамар Татарбаев в четверг подал в отставку. Президент ее принял и сейчас подбирает кандидата на замену. Новый глава правительства будет уже 27-м в новейшей истории Кыргызстана. Феномен национальной политики попыталась понять Жазгуль Каримова. Четверг. Правительственный день в парламенте. Джамар Татарбаев с привычным ему спокойствием рассказывает о проделанном за прошлый год. Все социальные обязательства были выполнены. Мы даже смогли повысить оклады и пенсии военнослужащим. Несмотря на засуху, продовольственная безопасность была обеспечена. Мы в тепле и без веерных отключений пережили зиму, хотя страна испытывала нехватку электроэнергии. Депутаты и отчет министров оценивают на удовлетворительное. И вроде бы все как всегда. Но ответив на все вопросы парламентариев, Джо Марто Татарбаев объявляет о своей отставке. После журналистам называет причины. Я проработал чуть больше года и считаю, что должно прийти новое правительство и дать импульс экономике нашей страны. Надо дать стряску исполнительной ветви власти. Добровольный уход должен быть нормальной практикой. Джо Марто Татарбаев 59 лет. По образованию физик в разное время занимался наукой и бизнесом. В политике давно. Еще при первом президенте занимал пост вице-премьера по экономическим вопросам. Кабинет министров возглавил в апреле прошлого года. Строил тогда большие планы. За 24 года независимости главы правительств в Кыргызстане менялись 26 раз. Если провести математический расчет, то в среднем на каждого приходится 11 месяцев и 7 дней службы. Дольше всех возглавлял кабинет министров Апас Джумагулов. 4 года и 3 месяца. Другой рекорд у Алманбета Матубраимова. Премьером, правда, с приставкой ИО, он был всего один день. Это, в первую очередь, связано с новой конституцией, новой системой. У нас парламентская система, президентская, скажем, и парламента сидит 5 фракций. Это 5 разных политических сил. И судьба этого правительства тоже зависела в основном от парламента. А парламент сегодня только в начале пути. Это детская болезнь нашего парламента, который каждый раз хочет что-то новое увидеть. А еще от каждого премьера парламент требует разобраться с рудником Кумтор. По объему золота это третье месторождение в мире. Составляет десятую часть ВВП Кыргызстана. Кумтор начали разрабатывать совместно с Канадой еще при президенте Акаеве. На условиях 70% на 30. Большая часть изначально принадлежала к иргызской стороне. Но потом расклад стал геометрально противоположным. Основной пакет достался иностранным владельцам – компании Центера. Как выяснит следствие, из-за коррупции. И это при колоссальных налоговых послаблениях инвестора. Революция 2010 года вновь поставила вопрос справедливого распределения долей. Однако изменить международное соглашение оказалось не так-то просто. Перед премьером Аторбаевым стояла задача – хотя бы поровну разделить доли Кумтора. Без ущерба для инвестиционного имиджа республики. И год назад он обещал это сделать. По мнению депутатов, Аторбаев не справился. Потерял целый год. Активизировался лишь незадолго до своей отставки. В начале апреля глава фонда государственного имущества делает заявление. Премьер ведет переговоры с состоятельными иностранцами, которые будут представлять интересы Кыргызстана в Совете директоров Центеры. Депутатов возмутило то, что об этом намерении не рассказал сам премьер. Тёмар Таипович в прошлом году, когда пришел в качестве первого вице-премьер-министра, твердил одну позицию. Потом еще полтора месяца назад, 26 февраля, когда парламент рассмотрели вопрос Кумтора, твердил ту же позицию. А потом вдруг, две недели назад, он пришел в совсем другой позиции и очень неожиданной позиции. И это вызывало много подозрений. И он как человек символизованный, интеллигентный, правильно понял ситуацию. Но эксперты считают, что дело не только в канадском законодательстве. Потому медлят и депутаты, и министры. Бизнес должен работать сам по себе, он должен работать на коммерческой базе, политика сама по себе. Когда смешали бизнес и политику, вот к этому и пришло, что люди стали бояться принимать решения. Это крайне плохо. В итоге золоторудное месторождение Кумтор съела очередного премьера. А страна в ожидании нового. По закону, после принятия отставки президентом, у коалиции большинства есть две недели на предложение кандидатуры. Уже говорят, это будет человек, скорее технический. Из действующего кабинета министров, который бы до выборов в парламент удержал все экономические показатели хотя бы на нынешнем уровне. А до этого министры продолжат работать с приставками ИО.